всем привет друзья товарищи вы на канале покемоши лайф и сегодняшний обзор будет такой особенный такой особенный мы вам покажем сверх эксклюзивные штучки так что сразу можете подписаться поставить лайкосики и поехали тарам и вот она модель 116 уже все подготовлены к обзору тепловоз ребята которые столько лет ждали многие поклонники этой серии и наконец она у нас смотрите сам пациент журнал вот тут тонко и вот такая еще открытка в общем все это мы с вами посмотрим и напоминаю будут особой эксклюзивы ну что по традиции начнем с печатной продукции пожалуйста вот она мадимео 2т 116 наши поезда 18 номер и сразу же ответ на вопрос который мучил очень многих долгое время а как же мадимео будут выпускать двухсекционные локомотивы как мы предполагали будет журнал с одной из секций а если человек хочет получить полноценный двухсекционный локомотив то он просто покупает два номера аппарат окрашен очень густой насыщенный зеленой краской выглядит убедительно и свежо сразу же на второй странице нас встречает интересные фотографии зеленые 116 рождение новой машины воспоминания машинистов ого интересно и старинная станция паровоз серии l вот еще одна интересная фоточка стоковый окрас и машина в окрасе бал транс сервиса оба тепловоз уже позднее видите буферные фонари располагаются на раме кузова рождение новые машины 116 800 их номеров классическом окрасе бочечки везет фига тут кривые у них видите первым стал тепловоз т-109 о чем мы как-то говорили своих роликах затем появилась серийная машина 2t 116 а после нее был выпущен тепловоз т-114 71 год построим первый тепловоз 2t 116 еще одна картинка стокового тепловоза тепловоз 2t 116 с поездом кстати надо отметить очень хорошую полиграфию мелованной бумагой и качественной фотографии конструкция тепловоза очередной boeing в угрюмо зеленом окрасе а вот это еще интереснее смотрите конструктивные изменения 2t 116 это получается в том числе и внешние изменения видите например с номера 446 появились кондиционеры с номера 316 ну и так далее 1609 уже появился риостатный тормоз оказывается дизеля были не только 3060 лошадиных сил но и 3600 на самых больших номерах а мы этого и не знали работы мастера гампса даже самая картинка только шире станция лев толстой древние здания вокзала старинные фонарики и 116 с грузилом а что там бригада то он даже машинист нарисован похоже тепловоз заглушен или дизель сверх круто отрегулирован выхлопа до совсем не видно и открытка куда же без нее фишка компании мадимео вообще смотрится топчик какой тираж его 6730 экземпляров классная открытка и очень красивая картинка видите машина с кондиционерами но еще без риостатного тормоза нету жалюзи для риостата вот наверное самое интересное в этом журнале воспоминания машинистов два теста 16 к но это замены дизеля машина были то есть вот эти два машиниста они делятся своими воспоминаниями работе на этих тепловозах очень интересно будет почитать а вот очень вайбовая фотография 2t 116 и его маневровые похождения в ливре и бал транссервис следующая страница опять-таки про вокзалы вот какая красивая паровоз серии l место элки надо было сушку ставить сюда заметка алексея вульфова точно алексей вульфов рассказываем про знаменитую балагой полотскую линию собери полную коллекцию кремли крепости это столько журнала будет о крепостях а на 4 странице обложки нас ждут спойлеры того что же будет в следующем 19 номере и это будет тепловоз т109 наши поезда вполне логично кстати поскольку эта машина явилась прародителям сегодняшнего нашего пациента и вновь собери всю коллекцию 50 ежемесячных выпусков истории наших железных дорог правильный масштаб бесплатный доставка рельсы со скидкой и всякие прочие плюшки а сейчас мы переходим к самому пациенту вот он у нас друзья товарищи машину мы распаковали за кадром поэтому сегодня все лень к музыке не подвезли ну ничего ничего давайте вместо музыки вам покажем первый из наших эксклюзив чиков для этого ролика нам удалось разжиться вот таким шикарным альбомом это просто вэри топчик даже боязные руками то брать российские железные дороги истории в моделях локомотивы то и здесь рассказывается об истории становления локомотивного парка в россии но на примере моделей курьерский паровоз серии с автор прохоров масштаб 1 к 87 а вот еще одна модель паровоза типа пыли для армавирту обсинской железной дороги это уже краснодарский край так вот оказывается в этом альбоме имеется и наш пациент правда выполнены не модемию а неким частным коллекционером грузовой тепловой серии 216 второго выпуска автор с баринов в масштабе 1 к 87 а на другой странице мы имеем еще одну машину уже третьего выпуска авторы петров и гусев в том же 87 масштабе здорово конечно но чего тут не хватает небольшого описания этих машин рандомно перелеснули и пожалуйста электровоз через 4 т завода шкода автор в никишин масштабе 1 к 87 уже позднее машина с круглыми буферными фонарями 600 или 700 и номера а дальше здесь начинаются вагоны например тормозной вагон система инженера кубасова hopper для перевозки сыпучих грузов вагон ресторан постройки гдр надо полагать завода мендоров но посмотрите какой масштаб 1 к 160 спасибо за такой альбом который нам предоставили и переходим к самой модели давайте все-таки включим девушку распаковка не завершена да то 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 а так распаковка завершена отлично нифига себе он реально тяжелый народ впечатление что он вообще весь металлический давайте сначала без слов Собственно как и следовало ожидать Первые впечатления сплошные восторги Кроме того машина реально тяжелая Начнем с крыши У нашего героя номер 1054 Это значит что машина достаточно поздняя Уже далеко не первой серии И как уже неоднократно говорилось Имеет кондиционера Вот такие две коробочки Выполнены кстати достаточно условно Но зато отдельной деталью Эти тепловозы кроме кличек Boeing Или еще иногда Phantomas Имели прозвище Горбатый За счет вот такого выступа на крыше Чтобы отличить тепловозы 2T116 от любой серии Т10 Достаточно просто взглянуть на крышу И ребята в отличие от тепловоза ЧМЭ-5 Который мы обозревали перед этим У этой машины действительно имеется немало накладных элементов Прекрасно выполнен дефлектор Накладной Дальше вот такие жалюзи Тоже отдельные детали накладные Переходные мостки Там где шахта холодильника Тоже отдельные детали А какие красивые Такое рифление Тонкое Поручни на съемных секциях крыши Также изготовлены отдельно детали Ну и конечно же кондиционеры Качественно сымитирована выпускная труба Всевозможные дополнительные лючки С их креплением Дополнительные ребра жесткости И конечно шахта холодильника Кстати водяное охлаждение У этих тепловозов двухконтурное Это добавляет уважение машине Резюмируя по крыше Без нареканий Очень тонко и качественно Нам нравится Кабины машинистов У этих тепловозов Неоднократно менялись Изменялись Улучшались И так далее Достаточно взглянуть Вот на эти фотографии Но одно из самых главных изменений Произошло в 1973 году Когда Луганский завод Задумал таки Сделать унификацию кабины 2Т116 Той которая была изначально С серийными выпускаемыми На тот момент тепловозами 2Т10Л Которые впоследствии Были модернизированы До 2Т10В Надо отметить Что эти кабины Имеют много здравых Технических решений Например Вот этот отрицательный Наклон стекол Это позволяет в частности Уменьшить количество блик Которые падают на лобовые стекла При езде в темное время суток При езде в дождь Иногда даже нет необходимости Включать стеклоочистители Большая площадь остекления И есть еще мнение Что отрицательный наклон Оклонного поезда Кабины Дает большую прочность стеклам По крайней мере Летящие на встречу предметы Например уголек От встречного поезда С большей вероятностью Срикошетит И не разобьет окно Одни сплошные плюсы А ведь НЭПС тоже Изначально планировал Такую кабину Стекла кабины нашей модели Вставные С прекрасной имитацией Резинового уплотнителя Стеклоочистители И в этот раз Люба дорого Посмотреть на Световые приборы В частности Прожектор Отдельной деталью И буферные фонари На этих номерах Фонари располагались Уже на раме кузова А не выше Как на более ранних машинах Вот такие отражательные Декоративные полоски Аккуратно нанесенные На тепловоз И унифицированный Путь очиститель Это тоже Путь очиститель Более поздних времен Изначально Наметельники Были более изящными Автосцепка Подвижная Очень легко Перемещается Выполнена Так же копиной Как на всех Прочих моделях От Модемео И имеется Вот такой Расцепной рычаг С кронштейном И державкой Цепочку Извините Не подвезли Зато Подвезли Два Концевых рукава Тормозной И питательной Магистрали Причем Сами Концевые краны И лягушки Окрашены В красный цвет Кажется Вот этот кран Можно покрасить И в синий Смотрите Как хорошо Сымитированы Лучки Для заправки Тепловоза Песком И отдельно Деталью К ним еще Пристыкованы Вот такие Поручни Здесь Поручни Здесь Поручни Две Подножки Еще Один Поручни И все Это ребята Отдельной Деталью Нельзя Не отметить Наличие Заводских Декалей 2Т116 1054 Что характерно Изначально На этих Тепловозах Были Номера С подсветкой Было Конечно Очень Лампово Что ж Кабина Машиниста Просто Великолепна Но Что же Там Внутри Ребята В кабине Машиниста Присутствует Интерьер Вон там Виден Пульт Машиниста Правда Не желтая Серый И сиденья Машиниста И помощника Теперь Посмотрим Кузов Тепловоз Имеет Достаточное Количество Боковых Окон Причем Окна Эти Широкие Это Вам не Тепловозы Т3 У которых Окошки Такие Маленькие Что даже Енот Не сможет Туда Пролезть Здесь Все По-другому Такие Уплотнители Хорошие И между Окнами Аккуратно Проработанные Жалюзи И много Рюбер Жесткости Первые машины Имели тройные Гофры Как на Тепловозах В серии Т3 А потом Количество Гофр Уменьшили Смотрите Отдельно Покрашена Ручка Двери Здесь Имеется Специальный Накладной Металлический Лист Чтобы туда Не затекала Вода Прорезь Для того Чтобы было Удобнее Подниматься В тепловоз И Вот Здесь Такая Подножка Со специальными Ручками Вот эти Ручки Нам кажется Можно Будет Потом Подкрасить Серебряночкой Будет Вообще Топчик Как Джентльмену Должно Быть Известно Эти Тепловозы Оснащались Дизелями 1А5Д49 Дизель Этот Имеет Особенность Он Во-первых Четырехтактный Во-вторых Он В-образный В-третьих Он Шестнадцати Цилиндровый И Самое Главное Это Дизель Работает В паре С генератором Но Генератором Не Постоянного Тока А Генератор Асинхронный Переменного Тока Типа ГС 501А Правда Тяговые Электродвигатели Остались Постоянного Тока Получается У этого Тепловоза Передача Переменно Постоянного Тока Отличительной Особенностью 2Т116 В отличие От более Суровых 2Т10 Является Использование Так называемой Проставки Здесь Располагается Аппаратная Камера Которая Фактически Дополнительно Отделяет Дизельные От кабины Машиниста И Работается На 2Т116 Заметно Тише Чем На Серии 10D100 Кроме Того Компрессор Как известно На 2Т10 Компрессор Расположен Вот Прямо Здесь Аккуратно От дизеля Идет В вал Он Крутится Компрессор Молотит И Прямо Над ухом Машиниста Почти Как У Л60 Проектируя 116 Конструкторы Луганского Завода Разместили Компрессор Уже Сзади Соответственно Его Почти Не Слышно Как И На Электровозах Серии ВЛ80 Отметим Еще Электрический Привод Компрессора И Более Того Электрический Привод Вентиляторов Холодильника По 4 Вентилятора На Каждой Секции Причем Каждый Из Них Может Управляться Отдельно Вот Такая Прикольная Машина Меньше Валов И Больше Тишины Как Говорится Торца Такая Же Подвижная Авто Сцепка Очень Хорошо Видна Главная Рама Тепловоза Поперечные Балки Всякие Жоксы Проходят Такие Же Прикольные Буферные Фонари Межсекционный Проход Очень Классный Проработанные Двери Смотрите Поручни Даже Показаны Песочные Бункеры А Здесь Должна Табличка Остерегайся Контактного Провода И Даже Смотрите Две Форсунки И Дальше На Реальной Машине Сюда Идут Трубопроводы К Экипажной Части Переходим К Экипажной Части Нашего Пациента Тепловоз Это 12 Осный Каждая Секция Опирается На 2 Трехосные Тележки И Собственно Вот Эти Тележки Можно Наблюдать Боковые Рамы С Буртиками И Отдельные Тормозные Цилиндры Такими Флянцами Тоже Весьма Качественные Детально Проработанные Имеется Штака И Вот Дальше Пошли Элементы Тормозной Рычажной Передачи Посмотрите Опоры Кузова Вот Эти Масляные Ванны И Вот Этими Местами Кузов Также Дополнительно Опирается На Тележки А тут Хорошо Видна Главная Рама Тележки Нашего Героя Уже Бесчелюстные Они Же Поводковые И Вот Хорошо Видны Эти Поводки И Сами Сайлент Блоки Резина Металлические Элементы С одной Стороны И Второй Поводок Вот Здесь Буксовые Узлы Тоже Весьма Качественные Витые Пружины Располагающиеся На этих Машинах На разной Высоте Такое Подвешивание Кроме Всего Прочего Позволяет Снизить Баксование Машины Так Колеса У этого Тепловоза Крутятся Крутятся И Тележка Разборная И Вот Она Имитация Тяговых Электродвигателей Даже Кожуха Зубчатой Передачи Тележки Годные Очень Годные Вот Посмотрите Друзья Товарищи Главные Резервуары Сымитированы С этой И С другой Стороны И Ой Класс Воздухораспределитель Причем Очень Тонко Выполнен Главная Часть Магистральная Часть И Вот В серединке Двухкамерный Резервуар Это надо полагать 483 Воздухораспределитель Теперь Переходим К топливному Баку Топливный Бак На этих Машинах Увеличенного Объема Не 6000 Литров Как на ЧМО 3 Или ЧМО 5 А целых 7000 Литров И вообще Машина Очень тяжелая Для понимания Одной секции Этого тепловоза Весит Аж 138 Тон Можете Себе Представить Для сравнения Целый Электровоз ВЛ80С Две секции Весит 192 А здесь 138 Тон Одна секция Ну конечно Колес Больше Понятное Дело В этих Нишах Дополнительно Устанавливаются Аккумуляторные Батареи И вот Бак 4 Пробки И вот Он Смотрите Снизу Так вот Проходит Такой Вот Огромный На 7000 Литров Кажется Что Если Задуть Этот Пластик Серой Красочкой То Будет Больше Реализма Но И так Вполне Достойно Под Путь Очистителем Имеется Еще Один Воздушный Резервуар И две Приемные Катушки Локомотивной Сигнализации Собственно Вот такая Модель Получилась И Как Известно Технические Решения Впервые Примененные На Серии Т-109 Затем Широко Используемые На Серии 2 Т-116 Впоследствии Нашли Свое Воплощение На Серии Т-114 Которые Мы Уже Обозревали Эти Тепловозы Для Эксплуатации В странах С тропическим Климатом И шли Практически Полностью На Экспорт И Несмотря На Кажущиеся Существенные Внешние Отличия Двух Тепловозов На самом деле Это Братья Имеющие Много Общего Своей Конструкции А Сейчас Ребятки Мы Вам Покажем Самый Главный Эксклюзив Смотрите И не Говорите Что Вы Не Видели Тарам Это Тоже 2 Т-116 Где Колесные Пары А Они Тут Как Тут Эту Машину Мы Делали Очень Очень Давно Много Лет Назад Она Выполнена Из Картона И Окрашена Кисточками Даже Не Баллончиком Как Видите Она У нас До сих Пор Недоделана Стоит Вот Так Вот Пылится Давайте Мы Сейчас Посмотрим Сравним Так Сказать Заводскую Машину Самодельной Которая Выполнена Была На Коленях Самоделка Вот Заводской Тепловоз Напишите Как Вам Фонари У нее Располагаются Не На Раме А Чуть Чуть Повыше Во Получилось Две Секции Тепловоз 2116 Еще Бо Вот Эту Секцию Более Темно Покрасить Вообще Будет Похож Давайте Мы Сейчас Их Поставим На Рельсы Возьмем Старые Рельсы От Пико Ну Как Ты Дружочек Если Вы Поддержите Он Не Сходит Но Он Просто Скользит На Этих Рельсах Колесная Пара Имеет Большую Копийность Поэтому Гребни У них Очень Маленькие Наша Машина Изначально Имеет Допущение У нее Гребни Вот Видите Такие Огромные Чтобы Она Не Сходила С Рельсов И Поверхность Катания Шире Давайте Посмотрим Как Она У нас Будет Катиться Поставили Ну Катится Смотрите Не Сходит Даже С Рельсов Если Еще Буксы Капать Машинного Масла То Вообще Будет Топчик А Теперь Используем Рельсы От Мадимил Вот Здесь Другое Дело На Мадимилских Рельсах Он Видит Вполне Себе Устойчиво Но Как Насчет Самодельной Машины Будет Лена Катиться На Мадимилских Рельсах Или Скажет Нет Не Могу Да В принципе Тоже Катится Смотрите Классно Же Ребята И Сейчас Мы Их Ставим Вдвоем Оп И Оп Какая Красота Что ж Коллеги Очередная Машина От Мадимил На нашем Обзоре Тепловоз Серии 2T116 И Нет Никаких Сомнений Что Этот Тираж Разлетится Как Горячие Пирожки Спасибо Тепловоз Очень Классный И Давайте Завершая Наш Скромный Ролик Покажем Вам Еще Один Экскрузив Смотрите Что мы Еще Нашли Книга Виталия Александровича Ракова Локомотива Железного Дорог От 1956 По 1975 И Конечно В этой Книге Рассказывается В том Числе И О Тепловозах 2 Т 116 Тепловоз Серии 2 Т 116 И Вот Его Предшественник Машина Серии Т 109 Которая Должна Быть В 19 Номере Описание Года Выпуска Конструкция Машины А Вот Ранний Смотрите Но Не Самый Ранний И Расположение Оборудования Тепловоз Серии Т 114 Ну Что Друзья Товарищи Надеемся Этот Тепловоз Вам Понравился Обязательно Напишите Вам за то что досмотрели ролик до конца Спасибо Мадимео за то что сделали такую прекрасную модель Обязательно проверьте подписку на наш канал Заходите на наш телеграм канал с тем же названием И еще раз всем спасибо за просмотр Всем удачи и до новых видео